Всем привет! С вами Стас и это Алик для битмейкера, выпуск 2. И сегодня у нас миди-клавиатура за 2300 рублей в Орлде из Икей 25. Коробка от нее, внутри уже ничего нет, потому что миди-клавиатуру я вам покажу. Это решающий выпуск, к сожалению, для этой рубрики, потому что прошлый выпуск не имел совершенно успеха. Если вы хотите, чтобы эта рубрика продолжилась, после этого просмотра поставьте лайк этому ролику, если, конечно, вам было интересно. И поделитесь этим роликом в своих соцсетях. Вот внизу есть кнопочка «Поделиться». Этим вы мне очень сильно поможете. И я рад вам сообщить, что предыдущие победители получили свои посылки и уже радуются тому, что получили наушники. Так что участвуйте в розыгрыше этой клавиатуры, которую я, естественно, разыграю. Условия розыгрыша будут внизу, в описании под этим видео и в конце видео. Итак, начинаем. В первую очередь я хотел бы озвучить вопросы, на которые я хотел бы ответить этим видео. Первый вопрос. Стоит ли вот эта миди-клавиатура из Икей 25 свои 2300 рублей? Второй вопрос. Это сравнится ли она со своими конкурентами? А именно, это M-Audio K-Station Mini на 32 клавиши и Korg MicroKey на 25 клавиш. И та, и другая стоит примерно 5300 рублей, а это примерно в 2,5 раза дороже, чем наш EZ-Key. К сожалению, у меня нет ни той, ни другой клавиатуры, но у меня есть Korg MicroKey на 37 клавиш. И что-то мне подсказывает, что Korg на 25 от Korg на 37 отличается не принципиально, так что сравнивать будем с ней. И третий вопрос, который может быть даже самый главный, комфортно ли это наша клавиатура в World в использовании? Давайте разбираться и поехали. Первое впечатление от этой миди-клавиатуры неоднозначное. В первую очередь бросаются в глаза довольно-таки демократичные, скажем так, материалы. И, ну, общий, такое общее ощущение. То есть, со сборкой вроде как все ок, то есть, все везде нормально прибегает, но все равно ощущается эта миди-клавиатура довольно-таки дешево. Также в копилку этого ощущения можно добавить то, что клавиши, ну, очень тугие. Самые тугие из пяти клавиатур, которые у меня были до этого. И это приводит к тому, что очень сложно дозировать усилия, и получается звук либо очень тихий, либо очень гробкий. Но об этом мы поговорим чуть позже. Также у клавиатуры через щели просвечивают, через щели между клавишами просвечивают ее внутренности. Такого я еще не встречал. На камере, скорее всего, этого не видно, но это так. Вот мне вот, например, сейчас по цветам, которые лупят не сверху, а прямо на меня даже сейчас, видно плату, которая находится внутри. Также из плюсов можно выделить то, что эта клавиатура сопоставима по своим размерам с АКЛПД-8. А эта штука, ну, просто суперкомпактная. То есть, конечно, да, во всех отношениях ЛПД-8 чуть-чуть меньше, но все-таки они сопоставимы. И это, ну, это очень большой плюс в пользу вот этой клавиатуры. Для сравнения, ширина этой клавиатуры равняется примерно ширине средненького 15-дюймового ноутбука. При первом подключении клавиатура определилась сходу как в WorldEasyKey 25, и это определенно плюс. Но единственное, естественно, поскольку я ее уже подключал, она сразу активна. Но, чтобы ее включить в первый раз, нужно зайти в настройки MIDI и просто ее включить. Вот она, WorldEasyKey. То есть, она определилась сразу как в WorldEasyKey, а не просто как какая-то рандомная клавиатура. В данном случае она и в диспетчеру устройств, и в FL Studio сразу определяется как WorldEasyKey. И на официальном сайте WorldEasyKey, который, к счастью, имеет переключение на английский язык, которое я нашел не сразу, вы можете скачать и драйвера для этой MIDI-клавиатуры, и софт для того, чтобы корректировать разные интересные настройки этой MIDI-хи. Конкретно нам нужна вот Easy Software Editor PC. Пройдемся по использованию. Как я уже сказал, клавиши у клавиатуры очень сильно тугие. И, кроме того, они синтезаторного типа. Подтверждение этому я найти не смог, но по сравнению с полувзвешенными и взвешенными клавишами, которые я трогал до этого, они ощущаются, ну, похуже, скажем так. И чувствительность этой клавиатуры мне так и не удалось привести к комфортному состоянию. То есть, вы либо нажимаете... Слабо и ничего не происходит, либо надо прям давить. Даже в самом легком варианте чувствительности, когда... То есть, они должны быть самыми чувствительными. Получается так, что когда давишь слабо, то звук очень тихий. А когда давишь чуть посильнее, он очень громкий. То есть, нет вот этой золотой середины. То есть, невозможно сразу, сходу, сыграть на нужной громкости. Но в программе есть четыре варианта чувствительности. Как я уже сказал, легкая клавиатура, средняя клавиатура, самые нечувствительные клавиши, на которые нужно давить максимально сильно, и постоянная. И что-то мне подсказывает, что постоянная Velocity для этой клавиатуры будет самым комфортным. По прочим клавишам в EZ-K все довольно стандартно. Есть клавиши для переключения Octaves, ну, очень ярким светодиодом. Это прям действительно необычный яркий светодиод. Кроме того, есть кнопка для эмуляции педали Sustain. Не знаю, зачем она здесь нужна, но если вы нажмете клавишу, нажмете эту кнопку, отпустите клавишу, то она как будто бы дальше продолжает держаться. Параллельно вы не можете нажимать на другие ноты, но вот как есть. Далее тут есть кнопка Mode, которая отвечает, не знаю за что. Возможно, она нужна для эмуляции колеса Modulation, но как бы я не понял, как она тут реализована. Кроме того, тут есть кнопки Page Up и Page Down, которые эмулируют колесо Pitch, но как бы тоже это спорное удобство. Также тут есть интересная штука. Это вот эта крутилка, которая я сначала думал, что она настраиваемая, а оказалось, что нет. То есть она отвечает исключительно за то, чтобы перемещаться по, по крайней мере, в FL Studio, по вашим звукам. Вот в Step Sequencer. И также она действует в плейлисте по паттернам. Но у нее есть один небольшой недостаток. Если вы крутанете ее резко, то она имеет свойство перескакивать. То есть вы же не будете, если у вас много звуков, по чуть-чуть поворачивать по одному делению. Вот я крутанул резко на три деления, а он перескочил значительно больше, чем на три деления. И это большой минус. То есть, если вы хотите пользоваться этой вроде как удобной, реально удобной функцией, вам придется поворачивать ее очень, ну очень осторожно, по одному шажочку. Самая интересная часть. Сравнение с прямыми конкурентами. Как я уже сказал, поскольку у меня нету M-Audio на 25 клавиш и KORGA на 25 клавиш, то мы будем сравнивать с KORGA на 37. Принципиально, я думаю, он не отличается от KORGA на 25 клавиш. Так что к сравнению. Самое главное сравнение, это, как я уже сказал, тугие клавиши. Я не знаю, вам не будет это видно на камере. Значительно легче дозировать усилия на этой клавиатуре, чем вот на этой. Для примера. Тут получается либо очень громко, либо очень тихо. И это недостаток. Как я уже сказал, скорее всего, самым комфортным способом использования будет постоянная VELOCITY. Вообще, этот фирмовый KORG ощущается гораздо лучше во всем. В ощущениях просто от использования, когда ты его трогаешь в сборке, в материалах. Да, я понимаю, что это не принципиально важно, но эти отличия есть. Но не стоит забывать о том, что этот самый KORG, этот KORG стоит в 3 раза дороже. А KORG поменьше стоит в 2,5 раза дороже, чем вот эта малютка. Это играет по большей части в пользу EZ-K. Кроме того, посмотрите на размеры. Вот просто насколько KORG здоровее. M-Audio у меня нету, то есть сравнить я не могу. Но, конечно, M-Audio будет компактнее, чем MicroKey. Но, тем не менее, вот EZ-Key все равно будет еще компактнее. То есть это хороший вариант суперкомпактной клавиатуры, если вам нужна именно таковая. Кроме того, мне кажется, с трехнотными мелодиями можно справиться даже на такой клавиатуре. Ну, единственное, что в режиме постоянного VELOCITY. Но все равно, вот в этой клавиатуре есть очень много таких китайских фич, которые, ну, непонятны. То есть нелогичны и неправильны с моей точки зрения. К примеру, вот мы имеем на KORGе переключение октав. Нажал один раз, это вторая октава повыше, зелененькая клавиша UP. Нажал второй раз, она стала оранжевой. Нажал третий раз, она красная. Нажал четвертый раз, она красная и моргает. И то же самое с клавишами вниз. А здесь вот, на World'е, ничего не понятно. То есть, смотрите, я переношу вверх на 4 октавы, и вот лампочка горит первая. То есть, типа ты перенес на 4 октавы, и земля сделала оборот. Не знаю, может быть, они это имели в виду. Если перенести вниз на 4 октавы, то совершенно то же самое. То есть, если бросить на нее взгляд, то непонятно, что куда транспонировано. А здесь сразу все понятно. Здесь лампочки UP, лампочки DOWN, и все ясно, все сразу сходу понятно. Кроме того, если посмотреть на нее с торца, вот на этот мини-USB, вот как он выглядит. Он очень по-китайски выглядит. Для сравнения, вот у меня есть AK-LPD, и как такой же, абсолютно такой же разъем выглядит у него. Он, ну, я понимаю, что это мелочь, но все равно, вот из таких мелочей складываются не самое хорошее впечатление о вот этой миди-клавиатуре. Хотя она не такая и плохая. В общем, если подводить итог сравнения вот с данным конкурентом, то сильная сторона EZ-K, это ее цена, ее компактность. Слабая сторона, это вот эти клавиши, они вот несравненно приятнее на корге. Это прям, это 100%. И во-вторых, это, ну, недостаток, это общая ее китайскость. То есть во всем, вот этих лампочках, во внешнем виде, вот этой непонятной надписи, краски, все, все как будто чуть-чуть не так. Так, вот если на корге, это ты ее взял в руки, и ты понимаешь, что это фирмовая классная вещь, то вот эту взял в руки, и да, ну, 200-300 рублей, очень даже неплохо. Итог у всего этого еще более неоднозначный, чем в прошлый раз. Заказал я эту медиклавиатуру на Алиэкспресс, и пришла она мне со склада из России примерно за неделю. Обошлась мне в 2300 рублей. Стоит ли она свай 2300 рублей? Ну, думаю, да. Это меньше, чем 50 долларов. То есть это реально очень дешевая медиклавиатура. Это неплохой, демократичный, бюджетный, начальный уровень. Если наушники это более индивидуальная вещь, то медиклавиатура, мне кажется, более универсальной. То есть если вас не было никогда до этого медиклавиатуры, то это будет неплохой. Это именно нормальная, подчеркну, нехорошая, нормальная, бюджетная, начального уровня медиклавиатура. Без излишеств. Но это по-прежнему медиклавиатура, на ней по-прежнему можно набивать трехнотные мелодии, которые можно точно так же набивать и на других клавиатурах. Но если вам важен дизайн, материалы и вот все вот это, то вам она, к сожалению, не подойдет. Потому что это именно начальный уровень, где вот это наличие клавиатуры является главным и определяющим ее плюсом. Итог примерно такой же, как и в прошлый раз. Если брать ее, то на свой страх и риск, и только как начальный вариант. Поскольку я купил ее на свои деньги, ссылок на покупку внизу никаких не будет. Там будет только название, и вы сможете легко загуглить и найти подходящего вам продавца. Теперь напоминаю еще раз, что этот ролик является решающим для рубрики. То есть, если мы не наберем 2000 лайков под этим роликом, и хоть сколько-то много просмотров, то про эту рубрику придется забыть, хотя она мне так нравится. И самое главное, после этого просмотра, если вам понравилось, нажмите лайк. И поделитесь этим видео в своих соцсетях. Внизу кнопочка «Поделиться» — это будет очень важно, и это очень сильно поможет мне. Заранее вам спасибо за это. Теперь к розыгрышу. Еще раз, условия розыгрыша внизу в описании. Сейчас я их еще раз проговорю. Чтобы выиграть эту клавиатуру, нужно репостнуть ролик вот с этим видео из моего паблика ВКонтакте. Ссылка на пост, который нужно репостнуть, будет в описании. И еще главное, чтобы эта страница не была фейковой, на которой вы это репостните. Критерии фейковости тоже в описании. И еще вы должны быть подписаны на мой паблик «Школа битмейкинга». Итоги розыгрыша мы проведем через две недели примерно на стриме. И на этом у меня все. Напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующих роликах этой рубрики, если они, конечно, будут. Ставьте лайк, если было интересно. С вами был Стас. Пока. Увидимся в следующем видео.